Всем привет! В эфире Авдеев Утро. Программа о личной жизни публичных людей. Имя Геннадия Самохина уже много лет хорошо известно в научной среде. Широкая аудитория узнала о нем после открытия пещеры Таврида, которая была случайно обнаружена при строительстве одноименной трассы. Именно благодаря Геннадию Самохину мы узнаем все новые и новые подробности об этом древнейшем и загадочном объекте на карте Крыма. Вот к Геннадию мы и идем в гости сегодня. Геннадий Самохин родился в 1971 году. Закончил Симферопольский государственный университет имени Фрунзе по специальности географ-преподаватель. В 2007 и 2012 годах установил мировой рекорд в достижении подземного полюса планеты. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2017 году получил грант президента Российской Федерации на создание электронной базы данных пещер России. В 2018 году первым спустился в пещеру Таврида. Женат, воспитывает дочь. Юбилей каждый год у нас. Вот так. У нас в этом году юбилей 31 год совместной жизни. Замечательно. Это же замечательный юбилей. По-моему, чудесный юбилей. Наталья, за эти 30 с лишним лет, что зачисляем в актив, кроме того, что была создана замечательная семья и удается поддерживать вот этот очаг? Дочь. Дочь. Самохина Екатерина Геннадьевна, выпускница литературного института имени Горького, абитуриент аспирантуры этого же учебного вуза, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, личный секретарь Папин, активный участник совместных семейных и не только семейных экспедиций. Ну и летописец РСС Российского союза спелеологов. Когда начинала она заниматься гимнастикой, ну художественная гимнастика хоть и красивый вид спорта, но включает в себя броски, прыжки, то есть есть определенные риски. И вот когда они начали работать с булавами, она пришла домой и сказала, мама, мне завтра на тренировку обязательно нужна каска, у нас такие опасные упражнения. Вы чуть не овдовели, когда ваш супруг решил накормить экспедицию грибочками? Да, такая история была. Ну, это было на Долгоруковской еле, пещера Васильки. Там очень красивая долина и очень красивый путь к пещере. Ну и когда мы поднимались, после дождя было множество вообще грибов. И вот одни из грибов были просто как из мультфильма. Вот шляпка, ножка, вот, ну боровичок, вот самый натуральный боровичок, как в советском мультике. Ну, особо мы в грибах не разбираемся. Сказал, съедобный, все, можно брать. Пах гриб великолепно, выглядел я же, что чудесно. Почему мы его не проварили перед приготовлением, я уже не помню. Либо далеко был источник, либо опять же, вот, нет, вот, сказали, съедобный можно жарить. В общем, мы эти грибы пожарили. Я только когда готовила, я слегка пробовала на соль. Ел в основном он. Вот ему очень понравились эти грибы, да. Где очнулся? В палатке, да, в палатке очнулся, что мне уже, чувствую, что я уже, вот, все, уже пора идти наверх. Мне там Наташа стала промывать, я помню, уже капельница была, но что-то похожее. Начали там, да, продолжили дом. Да, там уже просто эвакуация у меня была, там что-то косово не делали. И промывали, и капельницы, но я понимаю, что это была критическая концентрация тех грибов, которые я съел. Видимо, настолько отравила, ну, мозг, все там, что там уже такое. А выяснили, что за грибочки? Ну, конечно, нет. Выяснили, выяснили. Почему это был поддубовик? Ну, какой-то не такой поддубовик. Условно съедобный гриб. Не такой какой-то поддубовик. То есть не съедобный, а условно съедобный. Были исследования совершенно реальные, что человек, находясь в пещере, постепенно переходит на 48-часовый жизненный цикл. Все. Мы, я, любой человек. 36 часов в бодрствовании, 12 часов в сна. Соответственно, экономия 4 часа за двое суток. То есть можно использовать эти мероприятия. Это знание можно использовать в местах, где нет схода-захода солнца. Космические корабли, подводные лодки, там крайний север. То есть можно эффективнее использовать рабочее время. Ну, естественно, видимо, экономятся и жизненные ресурсы. Ну, вот многие спелеологи очень хорошо себя чувствуют, там, в 70-80 лет. Вот мне почти 90, я выгляжу совершенно не на 90. Да, и ничего себе так, да? Супруга врач, доктор. Есть естественное опасение за здоровье, за жизнь? И что от нее выслушиваете по поводу работы и рисков, связанных с этой работой? Ну, это не совсем работа. Работа, хотя можно сказать, что я профессиональный спелеолог. Потому что я преподаю в университете, в том числе одна из дисциплин основы спелеологии и инженерной костологии. То есть, в общем-то, мне за это платят небольшие, но деньги платят. Но что супруга думает о здоровье и о правильности? Ну, здесь есть два фактора. Положительные в пещере, хорошая атмосфера, здесь нет бактерий, совершенно нет бактерий. Соответственно, мы, все, что у нас есть, все наши бактерии уходят, исчезают, мы лечимся. И, конечно, есть отрицательный момент. Это высокая влажность, низкая температура, темнота постоянно тоже действует нам. Прежде всего, организм на психику человека, не все это выдерживают. Но спелеологи привыкают к этой жизни и получают только положительные моменты. И, конечно же, есть отрицательная, это усталость. Это можно получить травмы. Человек может там, в пещере, может все что угодно случиться. Могут быть паводки с водой. К сожалению, бывают и летальные случаи в пещере. И травмируются, мы часто, ну, как не часто, но иногда участвуем в спасательных работах, когда люди и живые, и уже не живые. Мы это все достаем людей из пещеры. Последний раз? Последний раз, вот буквально две недели назад, была трагедия. Человек из Сочи, совершенно не спелеолог, не альпинист, решил искать внутри себя, там, истину Бога. И пошел в пещеру сам в ноябре прошлого года. Зашел в пещеру, в самую глубочайшую пещеру мира. Спустился, смог спуститься на глубину 1600 метров. Ну, и даже спуститься не смог. Команды, которые эту пещеру исследуют, в этом году, в августе месяце, приходят, смотрят, кто живет в моем подземном лагере, кто ел мою еду. Смотрят на глубине 1600 метров, он висит на веревочке, и уже 10 месяцев висит там. Пещера очень сложная, узкая, глубина 1100 метров. Вынести достаточно сложно, практически невозможно было вынести его. Ну, конечно, по морально-этическим, да и по экологическим причинам, потому что, простите, идет на водоснабжение города Гагар, вся эта вода, это тоже проблема, все, что с него отстекает. Нужно было тело вынести. И мы участвовали в этой достаточно сложной операции, уникальной. В таких глубинах практически никто не работает, чтобы с такой глубины поднять тело. И мы организовали все эти спаст-работы совместно с МЧС Абхазии. И, в общем-то, тело, к сожалению, не получилось, может, вынести совсем целиком, а пришлось сделать по частям. Но, тем не менее, это мы смогли сделать, и операция в мире такая не проводилась еще ни разу. То есть такая операция была впервые, наверное, сделана в мире. Ну, отличался и научный, и преподавательский, и спелеологический путь. Мне очень нравится моя награда, не только, наверное, это, скажем, за достижение в спелеологии, это медаль Морозова. Ее вручают наши коллеги, которые сделали эту медаль в рамках русского географического общества и в рамках спелеологического сообщества, такой значимой медалью. Есть большая награда и от испанского сообщества за достижение в спелеологии, за достижение, ну, погружение в самые донные сифоны пещеры Крубера. Кроме этого, есть награды, связанные с образованием. И одна такая награда, несколько интересная, значимая награда, называется «Заслуженный работник образования» Крыма. Республики Крым, да. И промеж себя мы называем «Засрабобр». Сокращенное название «Заслуженный работник образования». Это ничего не придумываем. И вот «Засрабобр» идти, вот это такая целая уже компания «Засрабобров» получилась. Ну, и, конечно, звучит гордо. Мы эту медаль можем доносить с радостью и гордостью. С наградами интересно, что при Украине почему-то достижение украинских, нашей команды, спелеологической, украинских спелеологов, вообще спелеологов, не особо рассматривалось. Ну, а хочу успокоить не только спелеологов. Ну, видимо, да. Наверное, да. И мы так к этому относились так. Ну, мы делаем, и сейчас мы это делаем для себя. То есть любое занятие мы сделаем для себя, вовсе уж точно не для наград. Но, тем не менее, когда в 2015 году, даже, наверное, в конце 2014 года, мы создали отделение Русского географического общества в Республике Крым на географическом факультете. И наши коллеги из РГО, узная, что я сплю, говорят, что ты же делал такие великие дела в пещерах, в самой глубокой пещере. Подай заявку на премию «Хрустальный компас», национальная премия в области географии. Самая глубокая пещера в мире – пещера Крубера-Воронья. Она сейчас чуть-чуть подвинулась на 10 метров, не меньше стала, чем пещера Веревкина. Но я спускался на глубину 2199 метров. Она заполнена водой? Нет, пещера до глубины 2150 метров – это с воздухом. Чтобы вниз спуститься, нужно было несколько дней под землей спускаться. А потом внизу находится такое большое озеро. Втекает речка, озеро, и в это озеро погружаешься с аквалангами, с двумя, с четырьмя, с пятью аквалангами я максимально погружался. Пещера узкая под водой. Нужно на боку проползать, баллоны сбоку, сзади не помещаются. Еще два баллона в руках держишь. И таким как бы ползешь под водой, сколько хватит сил. Я проползу 10-50 метров под водой по длине и по глубине 50 метров. Меняю специальные смеси. Есть донная смесь, которая называется «Тримикс», где заменяется азот, заменяется гелием. Есть обогащенная кислородом смесь «Найтрокс». То есть это все использовалось для погружения на такие большие глубины. Общая глубина в результате? Общая глубина 2199 метров. Это рекорд? Да, это был рекорд. Мы с 2001 года постепенно углублялись. С 2001 года по 2017 год. Это был рекорд мира. В общем, жизнь уникальная. Она изолирована от других экосистем. Мы нашли маленьких таких рычков, бакоплавчиков, называется «Нефаргусы». Сколько она изолирована от других экосистем? Прорядка миллиона лет. То есть миллион лет эта экосистема существовала? Развивается самостоятельно, да. Развивается самостоятельно. Пока туда не приплыл Геннадий. Да, да. Я приплыл, это уже удивительно, что на комбинезоне сидело очень много этих рычков. Они все мне там кушали, думали, что я их там еда. Но к ним приходят еды очень мало. То есть их там много, но что они едят, тяжело понять. Рыбы? Рыбки, да, есть. Мы их не споймали, к сожалению. Были рыбки, они прозрачные, ну как и все. Они все прозрачные, белые, без глаз, они слепые. Видно четко хребет, их там все косточки видны. Первый раз увидели на глубине 30 метров под водой. На следующий год, думаю, все, прием на рыбалку. Будет самая глубокоземная, глубоководная рыбалка в мире. Если добудем этих рыбок, сделаем суп. Это был самый дорогой суп в мире, который только можно... Уха. Уха, да. В самом крутейшем ресторане под названием Пещера Крубера. Но мы, к сожалению, не смогли доводить рыбок. Мы взяли специальную прикормку для аквариумных рыбок, для обычных рыбок. Что вы такое не делали? Не клюет рыбка. То есть там сверху ее нет. Она только на глубине 30 метров. Мы эти ловушки... Я спустился на сакланга вниз, расставил ловушки, чтобы они заплывали туда в эти ловушки. Рачки заплыли, рыбки нет. Наша вот идентичность, или, скажем, патриотичность России, Россия — это язык, история и география. Мы слишком большие. Мы слишком большие. И без географии невозможно, вот этот ряд, невозможно быть реальным членом российского общества. География. В области географии это была премия географическая. Не украинская, не российская. В области географии. Конечно же, то, что достижение... Вот все знают, что Северный полюс, кто зашел, кто зашел на Эверест, это известно. А вот подземный Эверест, это тоже достижение, серьезное достижение. В этом как-то не особо говорили, потому что, скажем, меняются глубины пещер. Если пещера вершина Эвереста одна, и другой уже не найдешь, самая высокая. Здесь интрига в том, что пещера глубже и глубже становится. И потенциально она может стать еще глубже. Вот тогда, вот с 2001 по 2017 год, пещера Крубера являлась глубочайшей пещерой мира. Сейчас вторая пещера, пещера Веревки, она стала чуть-чуть глубже, на несколько метров. Ну, там, на 10 метров глубже. Но эти 10 метров в пределах ошибки-то по съемке. То есть пока мы считаем, что, в общем-то, все эти пещеры глубочайшие пещеры, и та, и другая. И, конечно же, я считаю, что в области географии это серьезная награда в Крустальный Компас. Мы вручали ее в Сочи. Это инициированная награда Русским Географическим Обществом. Вообще, Русское Географическое Общество отличалось тем, что, честно, периодически награждает или награждало. Мне, кстати, тоже еще не вручили. Мне вручили малую золотую медаль. Можно взглянуть на этот хрустальный компас? Он реально хрустальный? И услышать историю, как он попал на территорию Крыма. Ух, елки. Да-да, это хрусталь. Это ручная работа. Его делают именно из цельного, отплитого куска хрусталя. В 2015 году был еще паром. Если не было, понятно, дело еще моста. И через паром всегда просвечивали вещи. И когда таможник, проверяющий смотрит эти вещи, там уже не было. Это было не совсем таможник. Таможник, когда между границами, между государствами. Это же не мы же с Россией. Просвечивали вещи. Просвечивали вещи, увидели какой-то черный вытянутый предмет, похожий на какой-то там снаряд. То есть хрусталь преломляет эти. Хрусталь, в хрустале добавляется свинец. И он не просвечивается, он черный. Когда просвечиваешь его через телевизор, он черного цвета. Как будто он металл. И вначале так долго спрашивали, а потом все-таки догадались, что это ваза. Ну не совсем ваза, конечно, в кубах. Или там хрустальный компас. Ну профессия, наверное, все-таки выбор это преподавателя университета. В университет поступил, потому что мне интересно было походить по ходу. В целом география была интересная. Хотя тоже в школе, когда учился, у нас все мальчишки, почти все мальчишки, у нас было, по-моему, 9 человек, почти все поступали в военное училище. У нас класс-троупрительница, у нее был муж военный, и все настолько увлечены были ее рассказами, что мы все поступали в военное училище. Я тоже поступал в военное училище, она на летчика. Ну это совершенно в другом мире была я уже совершенно... Я получил двойку по географии, получаю две пятерки, двойка по географии. Проходной был 12, говорю, так пустите, я говорю, не-не, двойка нельзя. Потом у меня, это, конечно, в 80-х годах, начало развала Советского Союза, понимаем, что что-то назревает не очень хорошее. И у меня мои товарищи... Я пошел работать на завод, я был профессионал токаря у меня было. Я поработал гутокарем, и мои товарищи начали мне обещать, говорили, не иди в армию, это сейчас, вот сейчас совсем не очень хороший момент, не иди, не иди сюда, и в итоге я говорю, хорошо, буду поступать на географический факультет, и в итоге поступил на географический факультет. И мы преподавателям, ну, внушили такую хорошую любовь к географии, и когда я в 2006 году, мой нынешний декан факультета, Вакрушев Александрович, позвал меня на работу, говорит, если будет возможность, приезжай, будешь работать. На кафедре преподавателем, ну, начали там ассистентом, потом преподавателем, я сразу все согласился, я писал в него диссертацию, мы как раз были уже сотрудничать, то есть мы уже хорошо общались по науке. Ну, и что мне интересовало, мне интересовала пещера, просто когда просто ходишь в пещеру как спорт, это хорошо, но пещера, спалеология, это наука плюс спорт. Если хороший спалеолог активный, сильный спалеолог спускается на большие глубины, происходит новое открытие. Здесь чего только не нашли, чьих только останков не нашли. Здесь слоны у нас, да, саблезубые кошки, гиены, масса грызунов, медведи. Ожидания, ведь исследования, по большому счету, только начались. Чего еще рассчитываете найти? Ну, ожидания есть в мечтах. Я думаю, что, скорее всего, это не случится, но в мечтах. Вот такая же экосистема находилась совершенно недалеко в Грузии. Тоже была пещера, в которой нашли такие же костные останки, такие же слоны, но все то же самое, тот же возрастной период, тот же возрастной промежуток. И там нашли останки человека. Ну, человека не гомо-сапиенса, а гомо-эректа, человека промоходящего, которому 1,8 миллиона лет возраста. Теоретически, если нашли в Грузии, ну, это пещера Домонисия, это рядышком, да, Грузия здесь, Крым здесь, ну, в принципе, один регион. Теоретически, может быть, и здесь находятся останки человека. Мы сейчас находимся довольно-таки глубоко от входа. Природный вход сейчас закрыт, то есть он вот этим миллион 800 лет назад, миллион 600 лет назад был, видимо, какой-то обвал произошел, и склон полностью закрыл, сейчас даже не видно на склоне, где был вход. Мы начинаем работу в этом направлении. Сейчас работает команда палеонтологов, и постепенно мы продвигаемся к этому природному входу. И человек не жил в глубоких пещерах. Человек находился там, ну, в световом, ну, плюс-минус, там, да, где свет допроникает. То есть теоретически, мы надеемся, что может найтись костные останки человека. Было бы очень, конечно, это в наших мечтах. Но пока этого нет. Но другие, что еще интересно, есть огромное количество уже найденных находок, которые дают новые исследования, которые, например, сейчас найдены, новые типы горностая. Найден самый большой страус в мире, да, 100,5 метра страуса. Сейчас найден тот переходный тип гиен, которых известны они более древние гиены, 5-миллионные летние, есть более молодые. Это как раз тот переходный тип, который раньше, ну, был потерян, да. Вот сейчас мы понимаем, как он развивается. Нашли череп, большой череп гиены. Дайден, саблезубые коты, действительно, это не саблезубые тигры, саблезубые коты они чуть меньше были. Ну, чуть меньше это в понимании тех размеров чуть меньше. Саблезубый кот, он размером чуть больше нижнего льва, да, это вот саблезубый кот, там уж очень большие размеры были. Ну, и сейчас, конечно же, находки постоянно увеличиваются. Чем ближе ко входу, тем больше, естественно, этих находок будет. И мы сейчас их постоянно находим. Где мы сейчас с вами находимся? Здесь тоже жили эти звери. Здесь был вот центральный коридор. И в бок уходят, ну, так называемые, ну, как бы, квартиры, камеры. Четыре или пять их. Мы их назвали, они назвали грот-гиен. То есть там небольшой переходик, а там, ну, такой гротик. И там огромное количество костных останков было. Столовая. Может быть, столовая, может быть, как угодно, кабинет, да, там, можно назвать. Можно назвать столовая. И таких нескольких ходов есть, которые мы сейчас, основное, сделали проходку по центральной галерее, потому что было строительство. Их оставили пока на будущее. Эти столовые, да, оставили на будущее исследования палеонтологов. Сейчас копают именно приходовую часть. Это тоже очень интересно. Есть перспектива, что появится название зуйский слон, таврическая саблезубая кошка, крымская гиена? Вполне вероятно, да. Сейчас ведутся исследования как в области палеонтологии, действительно, что мы назвали очень правильно, так и в области минералогии. Тоже, может, минерал, там, как зуйский минерал, какой-нибудь, или зуя, или таврида. То есть и то, и другое теоретически возможно, если будут найдены новые виды. Вот сейчас расследоваются новые, неизвестные пока горностай. Вот, может быть, горностай будет какой-то новой. То есть это теоретически, да, теоретически все может быть. Да, встреча с президентом была. Я считаю, что это очень значимое событие в моей жизни. Как раз тогда, когда мы получали грант на создание базы данных Пещер России и последующей атласа Пещер России. Позвонили администрации президента и говорят, вам нужно будет приехать в Санкт-Петербург на заседание попечительского совета Русское географическое общество. А у меня было много дел. Я такой, может, можно не приезжать. А что же за дела такие были, вот мне просто интересно. Преподавал, в походы ходил, экспедиция была, где-то в Четвердак. То есть это, мне казалось, это, может, даже интереснее, чем съездить в Пещер-Петербург. Потом они сказали, что, ну и так, по телефону так мягко, но очень твердо сказали, мы вам рекомендуем приехать. Так вот, без намека. Я такой, хорошо, понял. Конечно же, я приехал, и у нас было в Санкт-Петербурге, в здании, историческом здании русского географического штаб-квартиры, историческое русское географическое общество, было вручение этого сертификата на создание базы данных Пещер-России и Атмоса Пещер-России. Конечно, было интересно, было много людей, все первые лица государства. Ну, конечно же, мы там все с ним, вокруг все общались, конечно, не разговаривали, но где-то встречались, где-то и разговаривали. Чья инициатива была создание вот этого Атласа, базы данных? Это инициативный грант, инициативный грант именно с инициатива президента русского географического общества Сергея Кужгедовича Шойгу. Именно он инициировал, причем это не случайно, наверное, потому что впервые спеллиология в Советском Союзе зародилась в 1958 году, когда военное ведомство Министерства обороны Советского Союза дало заказ Институту минеральных ресурсов, который находился здесь, в Симферополе, сделать изыскание по карсту и пещерам Крыму на предмет использования их в военном деле. И Виктор Николаевич Дублянский, мой учитель, который был приглашен как руководитель шахтного отряда в эту экспедицию, сделал отчет, по каждой пещере он должен был в конце сделать приписку. Например, годится для целей устроить шахту, ракетную шахту, или как госпиталь, либо там, не знаю, как типографию, как убежище, то есть либо непригодно для военных целей. И вот символично, что в 1958 году, это было, с 1958 года развитие активности в советской спалеологии началось, и сейчас тоже, ну, конечно же, Сергей Кужегинович выступал, как, понятное дело, президент Российского Русского Георгинического Общества, но мы понимаем, что это и Министерство обороны, что знание о создании базы данных и атласа – это важный элемент, в том числе и безопасности, безопасности граждан. Потому что мы знаем, что если запустить нехорошее какое-то вещество, бог знает где, на Четвердаге, оно может выйти в Симферополь. И вот эти связи знают только спелеологи. Мы понимаем, что выяснение связи, взаимосвязи карстовых источников и пещер – это важно для том числе военного ведомства. В современном высокотехнологичном мире все меньше остается профессий, сохраняющих романтику. Это не страшно, это вполне естественный процесс. Гораздо хуже, если романтика будет уходить из отношений людей. Сегодня мы познакомились с семьей Геннадия Самохина. В его жизни очень много романтики. А мы с вами встретимся ровно через неделю на Первом Крымском в программе «Авдеев. Утро».